Эксперты разделились во мнениях, почему летальность в больницах Алтайского края одна из самых высоких по России. За 2017 год количество смертей в регионе выросло на 0,14%. Такие данные привели эксперты ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг здоровья. Проблема связана с катастрофическим, я хотел бы подчеркнуть, дефицитом медицинских кадров на селе. Ужасная ситуация, я могу привести целый ряд районов в качестве примера, где на 14-15 тысяч населения всего один врач-терапевт далеко за пенсионного возраста. И вы представляете, если он уйдет, этот врач-терапевт у нас целый район оголится непосредственно без терапевтического звена. В Барнауле трудно записаться к узкому специалисту. Но в выпиющей случае, когда по городу Барнаулу, по городу Рубцовску я столкнулся, когда мне идут жалобы от главных врачей. Николай Николаевич, не хватает того же эндокринолога в поликлинике, но при этом эндокринолог находится в отпуске по уходу за ребенком, хочет выйти на работу, но ему не дают место в детском саду. Николай Якушев видит необходимо привлекать молодых врачей и фельдшеров в село, выделять земельные участки и субсидии на жилищно-коммунальные услуги. А вот координатор проекта ОНФ, народная оценка качества Тихон Мотин считает, что дефицит кадров не мог повлиять на статистику смертности. По его мнению, сегодня медпомощь стала намного доступнее благодаря развитию сети дневных стационаров. В больницах, где зафиксирован рост количества смертей, госпитализируют больных с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в серьезной помощи. Мотин уверен, что от этого во многом зависит рост показателей летальности. Продолжение следует...